В Украине нет ни одного мирного утра, сказала координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Денис Браун. Она осудила российский обстрел Днепра и Днепропетровской области в ночь с 18 на 19 апреля 2024. Российские ракеты попали в жилой дом в центре Днепра, а также в инфраструктурные и гражданские объекты. Есть погибшие и раненые, среди них дети. Россия постоянно атакует мирные украинские города. Новые системы ПВО и артиллерийские снаряды для ВСУ смогут изменить ситуацию. Сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседание министров обороны стран членов НАТО 19 апреля. Мы говорим об этом прямо. Для обороны нам нужно еще семь Патриот или аналогичных систем ПВО. И это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и действительно изменить ситуацию. У нас есть такие системы. Пожалуйста. В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что союзники Киева согласились предоставить украинской армии дополнительные системы ПВО. Министры обороны стран НАТО договорились оказать дополнительную военную поддержку, в том числе усилить противовоздушную оборону. НАТО составило карту существующих возможностей по всем линиям и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях ПВО для Украины в ближайшее время. Помимо Патриотов есть и другое оружие, которое могут предоставить союзники, включая сам ПТИ. И многие союзники, у которых нет таких систем, пообещали оказать финансовую поддержку, чтобы приобрести их для Украины. 13 апреля 2024 года Германия пообещала предоставить Украине еще один ЗРК Патриот со своих складов. Этот комплекс станет уже третьим по счету, который Берлин поставил Киеву. Как пишет Financial Times, немецкое правительство начало поиск дополнительных ПВО для Украины в странах НАТО и государствах Персидского залива. Ситуация угроз в Украине изменилась. Россия все чаще использует планирующие бомбы, которые можно применять с больших расстояний. Системы ПВО большой дальности теперь необходимы еще больше. Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Из публикации Министерства обороны Германии в соцсети ИКС. Конечно, есть еще свободный патриотов по мере. 100 это больше, чем есть, но это преувеличение. Я думаю, что если они найдут хотя бы еще 3-4 стук, это уже будет успех. Если найдут все 7, которые ищут, очень хорошо. Дальше, конечно, будет просто чудо. Но я думаю, что нашего опыта последние 2 года, из-за нашего опыта мы должны быть реалистов и понять, что даже если они найдут еще несколько штук, это уже неплохой результат. 6 апреля Владимир Зеленский заявил, Украине требуется 25 систем Патриот по 6-8 батарей в каждой, чтобы защитить воздушное пространство от российских ракет. Также можно использовать и другие системы противовоздушной обороны. Никита Скобликов для телеканала Freedom.